Павел Кашин У Паши Кашина своя ниша в музыкальном мире. Он неординарен, у него философский поиск, много мистики, 11 альбомов с романтичными названиями типа «По волшебной реке», «По небесным грядкам», «Пламенный посланник» и «Глазами Будды». У него всегда полный зал желающих его выслушать, но как раз это его мало волнует. Ты с головой ушел войной, твои глаза шарят буро. А я открыл окно, быть может, ты услышишь звуки хора. Ты забудешь постепенно о воене, и миллионами огней на тебя блестит мой чудный город. Добрый вечер, Павел. Добрый вечер. По-прежнему вас совсем мало видно на телевидении, по-прежнему вы не участвуете в концертах сборных. Это принципиальная ваша позиция? Такая позиция одиночки? Нет, у меня никакой позиции нет, просто так удобнее всем. Вы занимаетесь вообще своим пиаром? Нет, я ничего не делаю. Ну, просто от того, что я или кто-либо занимается пиаром, ничего не изменяется абсолютно. То есть моя публика абсолютно не пиарозависима. И она не смотрит телевизор, не слушает радио, и все это просто бесполезно. Ваша публика не смотрит телевизор и радио? Кто это? Что это за люди? Это те люди, которые говорят, что я почти не смотрю телевизор. Вообще возраст этого зрителя? Ну, чаще всего это все-таки люди, которые, может быть, тарелку могут смотреть, да, которые могут позволить себе платить за эту тарелку изначально, получается, да. Ну, то есть это не домохозяйки, которые смотрят передачи первого канала. Ну, вообще вы же много, как вы скажете, долголетний, долгоиграющий музыкант уже. Сколько лет вы концертирующий музыкант? Ну, мне сказали, не говори, сколько мне лет, то люди расстраиваются. Нет, я имею в виду профессиональный музыкант. Вот, как бы сказали. Вот, да. Нет, имеется в виду, 18 лет со временем клипа «Город», да. За это время поменялась ли как-то публика, которая приходит? По-моему, уже поколение могло измениться. Во-первых, вообще люди поменялись, потому что тогда были все равны, и все были голодные, и всем хотелось счастья. А сейчас уже появилась публика, которая понимает, что слава, власть, деньги, и секс не дают счастья, и они могут все спокойно расслабиться и послушать песни. Мир остался с литкой гладью, декорацией за окном, Хоть и сладким, но всего лишь сном. У тебя глаза два моря, Вы по-прежнему продвинутый буддист? Я никогда не был продвинутым буддистом, и по-прежнему остаюсь непродвинутым буддистом. Но все-таки буддистом. Так скажем, что учение Будды – это одно из самых человечных учений, я это признаю полностью. А что-то вообще меняется в Вас с возрастом, взгляды на жизнь, какие-то позиции? Естественно, я же живой человек, значит, во мне что-то меняется. И сейчас во мне от меня 20-летней давности не осталось ничего практически. То есть Вы сейчас, Вы в 20 лет, это разные люди? Два разных человека? Да, я очень счастлив в этом. Вы что-то не повторили бы, Вы хотите сказать? Вы пошли бы по-другому в 20 лет, что-то сделали не так, как когда-то? Нет, в 20 лет, при том количество тестостерона, которое в 20 лет, я, наверное, все то же самое проделал бы. Но нет, просто сейчас я по поведению, по мыслям, по внутреннему состоянию абсолютно другой человек. Но Вы о чем-то жалеете? Да нет, в принципе, так как я никем бы, кроме себя, не хотел бы быть, значит, меня жалеть не о чем, наверное. Но другой человек – это кто? Почему другой? В чем другой? Очень реалистичный, очень спокойно относящийся ко всем иллюзиям этого мира, принимающий глупость других людей, верящих в иллюзии этого мира, сочувствующий глупостям этих людей. А реалистичный – это значит, ну, не романтичный? Потому что еще 5 лет назад… Естественно, романтизм и реализм – это противоположные вещи. Нет, но дело в том, что есть же штамп о Вас, Вы знаете его, Ваша фотография такая, обрамленная такими локнами, лицо, грустные глаза, романтичный молодой человек, как этот город. Это вообще иллюзия? Нет, просто я четко соответствую поговорке, что если у мужчины в 20 лет плохо… Если мужчина в 20 лет не романтик, значит, у него плохо с сердцем, если мужчина в 40 лет романтик, значит, у него плохо с головой. Искали меня позапрошлые неведомые жизни, узнавая мой дом в перекрестках пустых городов, бесконечными днями шли наши годы и вышли. Не оставив следов на брусчатке минорных ладок, Я пишу вам письмо, а под каждой строкой в аккорде, Я расклею его по затворкам вечерних газет. Вы прочтете, может быть, этот мир неоправданно твердый, Улыбнется и вдруг в красном взлет на одной полосе. Скажите, любовь к творчеству и просто любовь – это разные полюса в вашем сердце? Это даже разные чакры, это все разное, естественно. Про чакры расскажите поподробнее. В сексе участвуют нижние чакры, а в написании песен грудная, сердечная. А секс и любовь – это равноценные вещи? Любовь к человечеству, к женщине, к собаке, к чему. Ну, к женщине, конечно, к женщине. Это нижний чакр. Я открою вам все, свое сердце, как дверцу беплана. Вы в орудных чулках соскальзнете с облашки плейбой. И под ритмы пасет, болезли мы под небом нирваны. И безвечно смеясь, безмерно любуясь собой. Реализм кажется грубым только людям с недоустановленной психикой. Потому что, в принципе, реалисты спасают мир. Пессимисты, реалисты. Потому что без них все бы постоянно ходили войной друг на друга. И все бы постоянно шли с палками на мамонта. Это пессимисты говорят, что нужно вырыть яму. Так будет легче мамонта убить. И лучше, может, не идти войной на очень большую страну, потому что что-то здесь не работает. Это пессимисты все говорят. То есть вы пессимист? Я реалист. В принципе, есть какой-то знак равенства мир. Пессимист – это неплохо. Не надо удивляться так. Света в конце туннеля вы не видите? Я один из самых счастливых людей, вернее, один из самых менее несчастных людей на этой земле. Если у кого-то в туннеле есть свет, то у меня. А те, которые говорят, что у них очень много света в туннеле, это искри перед тем, как потерять сознание. Понимаете? Павел Кашин родился в семье работников аэропорта. И родители, не имеющие отношения к искусству, так и не признали его музыкальных вкусов. Но его это не тревожит. Он давно заявляет, что увлечен буддизмом, поэтому спокойно относится и к хорошим отзывам о своем творчестве, и к критике. Пишет для себя, себе доверяет. В поддержке не нуждается. Некоторое время Кашин жил в Америке, изучал американскую и английскую поэзию в Чикаго. Это не могло не сказаться на его текстах, как и хорошее знание английского языка. Он серьезно относится к слову. Сочиняя песню, много работает над текстом, считая его важнее музыки. Солнце выходило из-за того до сих пор, до весны я так не верил в солнце. Я вчера играл с детьми луны, но тобой превращаюсь, нынче все на солнце. Эй, балет, голод, алет, не трясись зря, не пух. А это правда, что у вас есть свой словарь, который вы сами составили? Ну, я много своих словарь, да. Что это такое, расскажите, а как они называются? Это очень сложно описать, электронный словарь, где слова в обратном порядке, которые набираются с последних букв. Ну, самое разное, это сложно описать. Вы ищете синонимы, вот что это, я просто не могу понять. Зачем он вам нужен? Словарь окончаний. Словарь окончаний? Да, естественно. Это рифмы. Которыми вы пользуетесь в будущем или в настоящем? Я рифмами пользуюсь постоянно, да. А сколько песен вы сочинили за последний месяц? Ни одной. Ни одной? Нет, наверное, ни одной. Вы в числе вообще очень плодовитых музыкантов. У вас огромное количество альбомов. А что такое, что происходит с вами, Павел? Мне не хотелось сочинять песни. За последний год сколько вы сочинили? Не знаю, не считал. А в связи с чем это? Такое бывало уже? Что? Что вам не хотелось писать? Постоянно. Постоянно? Иногда хочется, иногда не хочется. Нет, дело в том, что я начитала с интервью о вас, где написано, что вы просыпаетесь утром с желанием написать новую песню, вы ее записываете и, в общем, считаете день состоящимся. В принципе, по большому счету, я написал, за последний год написал несколько песен, которые меня полностью удовлетворяют. У меня ощущение, что я написал, в принципе, все, что мне хотелось. И у меня, понимаете, это зависимые люди хотят никогда не переставать писать песни. Я как нормальный человек, если мне не хочется писать песни, я просто их не пишу. И чем вы заняты тогда? Я очень много общаюсь с женщинами, я говорю какие-то непристойности в кругу своих друзей, все смеемся, все очень здорово. Я написал самые лучшие песни, которые могли быть. Я разбираюсь в песнях. Кроме меня, лучшие песни пишут только Саша Ашеннон, некоторые песни Гребенчукова. Зачем мне писать еще какие-то песни? Что значит самые лучшие песни? Ну, в смысле, сочетание стихов и музыки. Вы по профессиональным музыкальным каким-то соображениям сейчас делаете этот вывод? Ну да, конечно. Или по признанию их публикой? Почему? Почему они лучшие? Нет, публику забудьте. Вообще публика здесь ни при чем. Если публика наша не признала Бродского, а признали его в Нобелевской премии, значит, что он плохой поэт, что ли? Ну, в общем... Публика дура, но перестаньте об этом мне. Это ваше внутреннее ощущение, что эти песни лучше? Я разбираюсь в стихах. Я разбираюсь в песнях. Мне больше, чем свои, нравятся только песни Саши Ашеннон. Вы знаете, кто это? Да, я слышала. После «Безумно дивного, чудного города» назовите еще несколько, которые стоят на уровне, или, может быть, они лучше? Это одна из самых некрасивых песен. Назовите название, чтобы сегодня в снивошнем концерте я могла их отметить. Сегодня я спою одну из самых лучших песен, это будет «Имитация любви». Сегодня я спою «Перед тем, чтобы расстаться». А мне еще нравится песня «Люди». Я вернулся из сапоя, будто плыл на корабле. Я спросил людей, на кой вам пролетит счастье на земле. Если вы у нас, ну, в драке, все не можете любить. Если вам крустальный факел так и хочется разбить. Почему все эти люди так похожи на людей? Почему они не любят тех, кто любит всех людей? Почему они не терпят? Почему они не любят тех, кто терпят? Тех, кто любит тех, кто ходит по воде. А вообще, вам интересно, что вообще говорят о вас люди? Вы заходите на форумы, где обсуждают ваше творчество? Ничего, никакого контакта с публикой нет вообще. Абсолютно? Мне не интересно это. У меня хорошие друзья, у меня супер друзья, их немного... Зачем мне тратить время, которое я могу потратить на своих друзей, зачем мне тратить на публику? Ваши друзья-музыканты? Нет, сценарист из Лос-Анджелеса, сумасшедший Франк из Серебряного дождя. Это кинопродюсер один и есть, да. А люди, с которыми вы играете, это постоянный коллектив? Да, более чем. Сколько лет вы вместе уже играете? Не знаю, со всеми по-разному. Постоянно кто-то там, иногда кто-то уходит, кто-то приходит. Вот когда вы берете нового музыканта, для вас важно, чтобы он был профессионально грамотен или вам важны его человеческие качества? И то, и другое. Это то, почему у нас очень редко кто-нибудь меняется. А что это за качество? Что вы цените? Человеческие просто... Сейчас очень многие люди действительно стоят три копейки и все продажные как... А мои ребята намного менее продажные, чем все остальные. А в своих друзьях вы какие качества цените? Ну, естественно, понимание того, что никакие богатства этого мира не стоят человеческих отношений. Почему улыбка Бога, как росинка на лугу? Я красивую дорогу нашагаться не могу. Мне осеннюю листвою нашу ржаться не успеть. Не влюбленную душою даже вдоволь не подпеть. Субтитры создавал DimaTorzok В принципе, я и мои друзья, мы живем в том кругу, что называется очерченного... Знаете, раньше говорили, очертя голову. Мы очерчены вокруг головы нашим мечом, и ничего страшного произойти с нами не может. А что и проходит страшное с какими-то другими людьми... Чаще всего я за них радуюсь, потому что... Ну, показывают, там, Курт Ваннигут недавно умер, залез на стремянку, там, закрутить лампочку, упал и разбылся. Я понимаю, что ему было тяжело уже жить в его годы, и я немножко порадовался, что ему теперь, наверное, слаще. А как вообще Вы определяете общественные и культурные вкусы современные, современные публики? Вообще, так как Тимоти Лири сказал, что в 21 веке все искусства умрут, кроме порноискусства... И он абсолютно прав, я считаю. И Вы с ним согласны? Абсолютно. Сейчас ни одно искусство без элементов порно просто не способно на выживание. Я понимаю, что единственная достойная черта в любителе искусства – это отсутствие ханжества. Все остальное не важно. Вас до сих пор считают питерским музыкантом, как это ни странно, несмотря на то, что Вы, в общем, давно там постоянно не живете, и пожили в Штатах, а сейчас достаточно давно Вы в Москве, да? Вы здесь на ПМЖ или, может быть, собираетесь куда-то еще переехать? На ПМЖ не бывает. Особенно для музыкантов? Я здесь живу, у меня есть прописка, если это что-то значит вообще. Я живу здесь почти пять лет уже. Пока никакого страстного желания переехать никуда мне нет. Вам здесь все нравится? Ну, это место, где мне сейчас комфортнее, чем где-либо, да. Почему? По многим причинам. Здесь все деньги со всей страны стекаются сюда, и жить среди богатых и успешных людей намного легче, чем среди злых и бедных, и больных. Все города, кроме Москвы, сейчас бедны, голодны и злы. Ну, вот и все. Я прочла в одном из ваших интервью, что ваша мама не оценила ваши первые стихи, и произошел какой-то конфликт. Вот с тех пор он разрешился как-то? Вы пришли в гармонию со своими родителями? Мои папа с мамой, они никакого отношения к музыке, к стихам не имеют. И нечего ожидать, что... Зачем им нравится София Ротару, им нравится Алла Пугачева. И это то, как они живут... Я им никогда не понравлюсь как артист. Им приятно, что я пою, и какое-то количество людей приходит и платит мне деньги за то, чтобы посмотреть на меня. Но, в принципе, я не ожидаю, что я им когда-то больше понравился, чем София Ротару. Они до сих пор вам об этом говорят? О чем? О том, что вот это так, что ваше творчество для них не номер один? Нет, они ничего не говорят, просто зачем в этом даже говорить? Понятно. Для вас важно, чтобы ваше творчество нравилось кому? Нет. Этого достаточно? Вот только этого достаточно? Что значит сейчас? Что значит этот сейчас? Просто сейчас у меня нет женщины, мнений, которые мне было бы важно. А вы бываете на Тибете, вы ездите куда-то в страну? Нет, это в буддизме, к вашему сведению, называется духовный материализм. Когда люди ездят, собирают похвалы от великих наставников, потом покажут фотографии. Вот это я с ламой таким-то. Духовный материализм ничем не лучше бытового материализма. Павел, спасибо вам огромное. Не за что. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok И все, моя родная, зря.